Итак, дорогие зрители, я буквально пару часов назад послушал целиком весь новый альбом «Рамштайн» под названием «Сайт». Вся реакция у меня продлилась час, я это делал на запись, я знал, что, в принципе, «Рамштайн» даже за включение их музыки в видос, короче, уже этот видос не будет, не будет, всё. Вот, значит, но, как говорится, мегамозг-то сообразил, что не получится выложить реакцию целиком, поэтому я её просто записал и выложил на Boosty. Пока что не обработано, но это Boosty всегда, он чуть дольше обрабатывает, чем YouTube, чуть больше тупит. Сейчас подождём, и, короче, давайте так, если это видео лежит на канале, значит, на Boosty уже всё работает и всё доступно. Я не буду делать доступ к посту, я сделаю, чтобы вот для подписчиков, две сотыги в месяц, супер копеечная, я считаю, сумма, можно подписаться, посмотреть целиком. Краткую рецензию такую дам сейчас. Короче, господа, первые четыре песни вообще, ну, не очень, ну, может, только «Цайт», но в ней, кстати, вконтактовская, может быть, версия такая, может быть, просто, ну, странно гитара звучит, но «Цайт» там хотя бы припев такой интересный, ведливый. Вот первые четыре прям печалят. Дальше становится уже интереснее. Три последние, заебись, «Тик-цак», в принципе, прикольные, и окей, особенно если почитать, о чём там текст, какой там перевод. Тут много у них, да, самокопиствований, то есть есть песни, которые похожи на вообще самый первый альбом, типа на Аши Цуашу, по звучанию, по крайней мере, и даже чуть-чуть по рифу. Есть, типа, ну, скучная копирка «Мутер», а есть прикольная копирка, ну, там, например, «Цик-цак» — это такой лос на стероидах, лос на максималках. «Дики Титтон» — это прям вот такая, короче, у меня жирная такая угарная песня. Это вот то, чего хочется в основном, когда вырубаешь рамов. Но в целом такой подробный разбор, что я про всё это думаю, и будучи фанатом «Рамштайн», в том смысле, что я много раз уже говорил, что это группа, с которой чуть ли не начался мой переход из слушателя русского рэпа в классе в шестом, слушателя рок-музыки, металла и так далее. И по количеству нравящихся мне песен, «Рамштайн» вообще из всех исполнителей, которых я знаю, занимает, ну, кроме меня самого, наверное, занимает первое место в моём топе. Дальше «Нирвана» идёт. Конечно, мне там «Гранжуха» нравится в целом как жанр больше, и, конечно, там, например, лучшая в мире песня — это «Савангарден Блэк Холл Сан» для меня. Но у «Рамштайн» вот в среднем посмотреть по альбомам, я у них, ну, почти всё хорошо достаточно знаю, помню даже чуть ли не порядок альбомов, когда я включаю какую-то там новую песню, я сразу вспоминаю иногда даже не то, что из какой, ну, типа на какую песню самих «Рамштайн» это похоже, а даже на какую песню групп косящих под «Рамштайн», которые я тоже некоторые слушаю, какие-то рифы похожи. Потому что реально какой-то из рифов был похож на «Мерцфельд», группа, которая именно вот прям максимально копирует звучание «Рамштайн», и они это, ну, даже не то, что не скрывают, а в этом их прикол. Вот. Короче, не стоит по первым четырём песням разочаровываться, вот что я могу посоветовать слушателям. Вот. Я бы вот эти две точно отметил, и вот эти три последних, вот эти три, они такие прям весьма неплохуйственные. Вот. Ну, не знаю, что как, что-то ещё можно так коротко расписать, то есть где-то не хватило классного взрывного припева. Ну, то есть, наверное, в этом альбоме нет ничего настолько же вот разъёбывающего тебя, как типа «Райн Раус», или «Фуэр Фрай», или какие-то вот такие песни, которые ты врубил, и вот 20 секунд, и ты уже понял, что, блядь, охуеть. То есть такого здесь практически нет. То есть «Бюкдиш» ты врубил, всё там, тебе тут-то-то-то-то нагнетание, и потом тэ-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ, и всё, и всё хуячит. И здесь такого нет, здесь много каких-то унылых полубаланных таких вещей, но вот для любителей, как говорится, похуячиться здесь, в принципе, есть «Тик-цак» и «Дики Титон», а для любителей что-то наподобие «Райзе Райзе» и «Розенрод», именно кайфовых по звучанию таких медленно тягучих, вот, наверное, две последних. Ну, окей, просто как тоже такой угарный полумем, полупесенка, то есть нормально. Причём вот эти вот «Люгин» и «Адьё», они вот немного создают ощущение того, что это не совсем типичная песня для «Рамштайн», вот так. Ну, в целом, в этом альбоме прикольно, что много пианинных таких уже каких-то ходов стало, то есть в целом «Рамштайн» всю дорогу остаются «Рамштайном», всю дорогу, как ACDC, как шутят, что они там 20 альбомов играют одну и ту же песню чуть-чуть по-разному. «Рамштайн» тоже группа одна из таких, то есть у них очень всё само на себя похоже. Но вот некий момент, как бы такой вот новизны, особенности этого альбома, что да, это всё остаётся всем тем же самым, но зато такие пианинистые, как бы, ну, вот эти вот штуки добавились. Прямо 4 или 5 песен было с этим. В целом, ну, стоит послушать, я думаю, нормальная тема, вот. Ну, оценка пусть будет, не знаю. Хоть мне песен, по количеству песен из 11 мне здесь понравилось 5, прям я добавил себе. То есть, например, «Мутр» весь целиком хорош, там, не знаю, и почти любой альбом, до «Либи и Стфурлида», включительно, которые были, там почти всё мне почти всегда нравилось. Там 8 песен из 11, я прям, вау, класс, слушаем это, наслаждаемся. В «Розенрод», то есть проще перечислить песни, которые, допустим, мне не заходят. Например, в «Розенрод» это «Хильфмир», я не очень помню, и всё. Все остальные заебись. То есть 10 из 11, там, «Райза Райза», например, в нём была не очень... Да нет, они все пиздатые. Ну, «Далай Лама» самая проходная, но в целом весь «Райза Райза», весь крутой альбом. «Мутр» для меня весь крутой. В первых альбомах, там, в «Зензухте», типа, какие-нибудь, типа, «Клавир», какие-нибудь такие вот песни, странненькие, унылые. То есть, которые вот прям именно не хочется ещё раз переслушать, не хочется добавить себе, чтобы вот прям переслушивать до хрена раз. Ну, «Клавир», «Альтерман», вот эти вот скучноватые. «Зензухте», где «Духаст», «Херцеляйда» для меня лично скучноватые. «Да Сальто Лайт», и всё. То есть, ну, одна-две, видите, в каждом альбоме мне не нравится одна песня, две, там, три. То есть, ну, не заходят. Не то, что даже прям не нравится, но просто, ну, песни и песни. Здесь, к сожалению, песен, ну, как бы, песни и песни, здесь таких шесть. И пять хорош. Ну, типа, это точно я бы не назвал, что скатились там, опопсились и списались и так далее. Но расположение песен суперстранное, супердерьмовое, потому что первые четыре — не кайф. Вот так. И вот это первый альбом рамов, когда первая песня не разъёбывает. У них всегда на каждом альбоме первая песня хоть как-то была, ну, такая вот эпично-злоебучая. Здесь первая песня вообще ни о чём, ну, как по мне. Всё, такой вот обзор полный, значит, будет на бусте.